Hi there! С вами Егор и Юля. И сегодня мы с вами разберём ситуацию у полицейского участка. Опережая ваш вопрос, нет, нас не арестовали, не бойтесь. Мы просто хотим научить вас необходимому глоссарию на случай того, если за границей с вами произойдёт какая-то неприятность, и вам придётся обратиться в полицию. Всем пазл инглиш! Let's get it started! Егор, what is the first thing you need to tell the police officer? After greeting, he will ask you something like What can I do for you? or How can I help you? You better answer it's an emergency and describe your problem in details. Greeting означает приветствие. О нём забывать никогда не стоит из банальной вежливости. Hello, good morning, afternoon, evening. В зависимости от времени суток, обязана присутствовать в начале разговора. Также запоминаем вопросы, которые вы можете услышать от собеседника. What can I do for you? Что я могу для вас сделать? И how can I help you? Чем я могу вам помочь? И важное слово emergency переводится как чрезвычайная ситуация. And what do I say if someone stole my wallet? You can tell I have just been robbed of my wallet. And what is the noun for this? To rob is a verb and robbery is a noun. Записываем, как описать самую unfortunately, к сожалению, типичную ситуацию у туристов. Кражу кошелька. Нужно сказать что-то типа Также акцентирую внимание на том, что To rob является глаголом в значении украсть, а robbery – существительным, переводящимся как кража. Сделаем маленькое отступление. Для того, чтобы учить английский эффективно, нужна постоянная практика. У Puzzle English есть занятия с менторами. Никакой грамматики, только разговорная практика. Уроки идут 25 минут. Ментор ответит на все вопросы и исправит ошибки. Премиум доступ к платформе на время занятий бесплатно. А мы продолжаем. And then the officer may ask you if you have seen the thief. And I will have to describe his face to them. Exactly. The thief – он же его. To describe his face означает описать его лицо. Здесь нужно будет много, очень много конкретики. Давайте еще усвоим основные слова для описания преступника. Допустим, slender переводится как худой, а chubby, наоборот, является вежливым способом сказать о небольшом количестве лишнего веса у человека. Toe называет кого-то высокого, а shirt – низкого. Ну и не забываем о цвете волос и глаз. Эта информация может быть крайне полезна. Например, если вы хотите сказать, что вор был блондином с голубыми глазами, вы говорите А если он был брюнетом с темными глазами, смело произносим В переводе звучит следующим образом. Мы сделаем все, чтобы найти вора. Та самая фраза, дарящая надежду на светлое будущее. A witness же – значит свидетель, тот, кто присутствовал на месте преступления. Ну что, друзья, надеемся, что вас никогда не ограбят и не придется пропадать в заграничном полицейском участке. Но лучше все же знать, как быть в подобной ситуации, ведь предупрежден – значит вооружен. Если вам понравился формат видеодиалогов, тогда не переключайтесь и смотрите другие видео в плейлисте прогульщики. С вами был Егор и Юля. До новых скорых встреч! See you soon!